Друзья, всем привет, всем доброго времени суток. Мы отправляемся в Эль-Кусейр с отеля Лазули Хотел Марса Алам. Договорились за вот такую вот маршруточку. Нас едет 6 человек, 40 долларов за 6 человек. Так 6 долларов человека, но у нас было меньше, поэтому вы договорились за 40 долларов. Дальше, если вы хотите взять лимузинчик, то есть там 4 человека съедет, то он 30 долларов до Эль-Кусейр. Ехать это примерно полчаса. Итак, друзья, отправились. Сейчас 16.02. Все по графику даже. И вот отельчик Лазули Хотел Марса Алам. Вот как раз здесь аквапарк виднеется. И тут как раз наши номера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот мы уже въезжаем в город Эль-Кусейр. А Эль-Кусейр, как известно, это египетский город на берегу Красного моря. Эль-Кусейр в переводе с арабского означает небольшая крепость. Этот город находится в 130 километрах к югу от Хургады и в 130 километрах к северу от Марса Алам. Итак, обратимся к истории. Еще при египетском фараоне Ментухатепе IV, на этом месте был основан город Джао. Джао был важным древнеегипетским портом. В частности, из него отправляли морские экспедиции в страну Пунт. Корабли для особо крупных экспедиций изготавливали в Фивах и тащили в Джао Волоком. В эллинистический период здесь стоял город Левкос-Лимен, Белая Гавань. В III веке до н.э. в Толемеи здесь был основан город Милос-Хормос, ставший одним из крупнейших портов на Красноморском побережье, вплоть до IV века н.э., когда он начал приходить в упадок. Здесь, в 1999 году, в ходе раскопок в Старом Кусейре были обнаружены папирусы, рассказывающие об истории Кусейра, римской и средневековой эпохи. В исламский период Эль-Кусейр получил свое современное название. К приходу ислама этот город начал приходить запустение. Однако, при мамлюках Кусейр стал использоваться для отправки паломников в Хит-Жаз, и город снова расцвел. Во времена французской оккупации в Кусейре находился один из центров борьбы за свободу. Сейчас Эль-Кусейр наберяет популярность курорта. Вот мы медленно и уверенно по улице Порт-Саид приближаемся к Кусейр-Марина, а здесь находится достопримечательность города, мечеть, которая называется Эль-Фараан. А любителям морепродуктов на набережной есть ресторан Эль-Фардус. Это единственный рыбный ресторан в Эль-Кусейр. Это отличная локация, приятный морской воздух, его многие рекомендуют для посещения. Приехали, заняло это получается сейчас 16-19, то есть где-то 15 минут примерно. Итак, друзья, привезли нас на набережную, которая называется Марина. Ну, набережная шла, Марина это. Вот, сейчас мы ходим гуляем, сейчас нам покажут магазинчики какие-то есть. И, ну, я не знаю, где-то примерно, я думаю, мы на 2 часа тут. В принципе, такой городишко очень маленький. Да, на моречке такие стоят большие кораблики. Ну, здесь такой пляж. О, это очень старый, говорят, отель, который был построен, наверное, первый в Эль-Кусейре. Это общественный пляж, сюда можно прийти, поплавать, позагорать. Ну, я вот смотрю, что лежаков никаких нету. Ну, вот, наверное, со своим, со всем приходишь и тут отдыхаешь. Да, конечно, архитектура впечатляет. Местный колорит. Да, да, да. Кстати, вот этот вот отельчик, который я показывал, да, то вот он назывался Эль-Кусейр. Это самый первый отель, который был построен в этом городишке Эль-Кусейр. Проходим к мечею. Ух, улица местная. Сзади. Тетя на кирпе-то настреку. Да. Нет, конечно, да, вот так вот пройтись и посмотреть, это очень-очень интересно. А вот мечеть, видно, что такая более новая постройка, нежели вот эти вот домика, которые окружают нас. Ну, тут кто-то белье слушает. Короче говоря, да. Да, очень интересно приехать и посмотреть это все своими глазами. Да, как это есть магазинчики, да, вот они. Закрышки точно. Солнце уже садится. Магазинчик для этих самых кошечек-собачек. Зоомагазин. Вот один из местных операторов сотовой связи. Это, наверное, ихний офис в этом городе. Тоже местные магазинчики. А вот супермаркет какой-то. О, вот сюда мы сейчас зайдем, посмотрим. Гуляем по местным улочкам и нам хотят впарить какие-то, извините меня, магазинчики, которых мы не хотим покупать. Мы торгуемся и тут нам, наоборот, завершаем. Так что, если вы едете, вот это вот тоже такой нюанс, надо договариваться сразу, чтобы вы приехали в Эль-Кусейр, туда-то вот высадили и обратно в какое-то время забрали. И сами себе гуляете по Эль-Кусейру. Потому что, блин, ну, есть телефон, есть карта. Выбирайте, куда вам идти и все, собственно говоря. Это вот нюанс, друзья. Это Египет. Да, вот смотрите, тут везде продают сувениры. Но я вам говорю, лучше договариваться. Не так. Ну, мы первый раз в этом городишке. Первый раз мы вот так вот приехали. Взяли такси. Потому что так обычно берешь такси, но не едешь и все. А вот уже тут базарная такая улочка. Вот, смотрите. Можно? Можно? Вот, заходим, смотрим, что здесь есть. Такой магазинчик с маслами. Чаечки. Героям слава. Так, смотрите. Уже началась молитва. Вечер. Ну, мы продолжаем гулять и шокироваться, да, всем этим. Так, зашли в магазинчик. Посмотрим, что здесь есть. Так, халвичка есть. Но наши халвички что-то я не вижу. Халвички здесь есть. цены нету это печально так вот здесь местный магазинчик хозяйственный и честно говоря да смотрим что здесь какие-то здесь маленькие магазинчики такие это так на вирус по пирус и лагеря друзья поездочка в сфере это нечто маленький экстримщик просто если вы знаете цену то конечно здесь ходить даже даже не понятно как торговаться нет не калорий просто прет вот эти выставки хотел подстричься давай здесь подсвяжемся еще магазинчик здесь что-то для местных продают куда мы идем мы идем туда возвращаемся обратно ну туда на набережную вот еще аптек да в принципе очень все интересно есть аптеки в которых принципе как бы договорились до нормальной цены но там небольшое количество и нету оплата карта так а вот и местные фруктовый рынок сейчас будем что-то покупать так но приключение у нас в эльку сейры закончилась цены конечно здесь очень очень висучая реально можно сказать в два раза дороже чем обычно поэтому подумайте прежде чем ехать мы просто разве что посмотреть город и все ну что друзья мы приехали с эльку сейра съездили за 40 долларов у нас получается было 4 взрослых моя дочка 15 лет и мой сын 11 лет вот это как бы получилось 40 долларов мы заплатили и ехали на таком микроавтобусе тойота ехать в принципе около 16 километров получается ехали где-то около 16 минут что сказать если вы хотите едет сада после отеля посмотреть какие-то но но что если вы вообще не видели колорит египта то я вам все-таки рекомендую съездить туда и посмотреть этот городишко он небольшой такой но это совершенно не то что находится в шарм-аль-шейхе или хургаде здесь в эльку сейре цены завышены несколько раз с вами ходит как вы только приехали из отеля с вами ходит так называемый гид который вас водит именно по магазинчиком да и в этих магазинчиках он выбивает себе как бы такую наценку да чтобы вам продали товар именно с ней получается так что ну совершенно это невыгодно а такси как такового в принципе тут нет да он по крайней мере как я знаю если вы есть она стоит гораздо дороже поэтому вот сколько мы ходили по магазинам то это в основном получается так что кого-то представляли да как гида и он вот ходил вместе с нами по эльку сейру поэтому получается так что допустим поездка да допустим можно вот в тех же магазинчиков которые находятся на территории отеля принципе купить многие товары да которые там вы купите выпуская дешевле но не забывать о том что вы еще туда съездили заплатили какие-то деньги в принципе мы закупились много как всегда купили посту знаменитую египетскую дамы купили аж 12 больших пачек там они получается по полтора доллар здесь в отеле по 2 доллара в пачке 12 пачек вот но в принципе если так посчитать все вместе там что-то мы да сэкономили плюс получили какой-то такой да вот урок того что стоит ехать или не стоит и заодно посмотрели вновь египет с его можно сказать еще интересной стороны стороны как бы того курорта марсалам который здесь есть поэтому кто сюда едет сразу можете можете думать о том что вам надо брать гораздо больше денег есть или вы едете после между вы ехали там хургаду шерман шейх и так далее но это молодой курорт поэтому здесь такое есть друзья на этом я заканчиваю видео подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать новые видео подписывайтесь на мой инстаграм-канал и всего вам друзья наилучшего всем пока и до новых встреч